Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Подозрительно пахнет, что обнаружили собаки. Пойдет под суд, в чем обвиняют бывшего депутата. И продам хорошую весть, аферист или неравнодушный. 10 тысяч долларов за информацию о пропавшем человеке. К нам в редакцию обратилась Ольга Тецлова. Она рассказала, что житель Донецка сообщил, что ее сын в плену. Амич Михаил Вилков уже год как пропал без вести. Незнакомец просит женщину срочно перевести деньги, иначе она больше не увидит своего ребенка. Ольга подозревает, что это мошенник. Как продвигаются поиски Михаила, и будет ли женщина платить за сомнительную информацию. Материал Юлии Воробьевой. Уже почти год фото Михаила Вилкова размещено на сайте поиска людей Доброспас Омск. Мужчина ушел из дома в сентябре 2013-го. До сих пор он числится без вести пропавшим. Ни родственникам, ни правоохранительным органам до сих пор ничего не известно о местонахождении Михаила. Однако на днях неизвестный сообщил матери Вилкова, что он знает, где ее сын. Информацию готов продать за деньги. 10 тысяч евро, и он через час едет домой. Хотите поговорить с ним? 1 тысяча долларов. Иначе продадут его в Чечню. Ольга Тецлова рассказывает, что некто под ником Олег Самойлов написал ей в социальной сети. Спросил про сына. Мужчина сообщил, что Михаил в плену в Украине. За его освобождение требуют 10 тысяч долларов. Ольга говорит, что готова продать все, лишь бы это оказалось правдой. Женщина верит в то, что ее сын жив. Но уверенности, что продавец информации действительно видел Мишу, нет. Самойлов уже не первый, кто пытается нажиться на горе. Вот это один из вымогателей из Нижневартовска. Значит, он якобы, ну видно фотомонтаж, да, вот вы профессионал, видите, женская грудь, ну вот мордашку прилепили. Вот он 80 тысяч хотел, чтобы он знает, где мой сын, и передать за информацию о том адрес. Уже год Ольга ходит на опознание трупов. К счастью, среди погибших Михаила нет. Женщина не отчаивается, хватается за любую соломинку. Ольга обращалась за помощью к детективу, к экстрасенсам, искала сына и сама. Обходила вот этих вот бездомных людей, бомжей, показывала фотографию. Один сказал, его забрал какой-то барин, казах что ли, то есть он у него работает. Ну и тем не менее, эти же бомжи говорят о том, что насильно там никого не держат. Последняя, кто видел Михаила, его бабушка, 18 сентября 2013 года. Перед работой он забежал к ней позавтракать, после отправился на работу в ателье. Но там Михаил не появился ни в этот, ни в последующие дни. Надежда Рудницкая предполагает, что ее внука убили. Когда вскрыли его квартиру, в ней все было перевернуто вверх дном. Все брошь, все кверх ногами, все грязно. И там кофе даже уже, извините, в унитаз вылито, в кофе какой-то, черный унитаз даже, что он взваливал. Ну не мог он вообще чистюля. Мне подумалось, что действительно кто-то его просто убил и ушел вместе с ним. А друзья у него тоже и сидели за наркоту, и за еще за что-то там сидели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Михаила Вилкова в начале этого года. Следователи опросили друзей мужчины. Предположительно, установлено, что Михаил жив. Пытался выехать на поезде из Омска в Санкт-Петербург. Сейчас сыщики проводят дополнительную проверку. Предварительно было установлено, что он 17 сентября 2013 года был в гостях у своей бабушки. После этого в октябре его дважды видели товарищи на улицах города Омска. Он высказывал намерение уехать в Санкт-Петербург. После этого его никто не видел. Возможно, что он находится в другом городе. Для того, чтобы уточнить эти обстоятельства, следователи сейчас проводят дополнительные проверочные мероприятия. После проведения дополнительной проверки уже будет принято процессуальное решение. Михаилу 28 лет. Светлый, худощавый, ноги покрыты татуировками. Несколько раз менял фамилии. Вилков, Тецлав, последний Амстердам. Разыскивают по всем трем. Если вам что-либо известно о Михаиле, просьба сообщить по телефону 302-604 или 02. Мы будем следить за развитием этой истории. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, звоните в редакцию. Попробуем разобраться вместе. И еще о пропавших без вести. Возбуждение уголовного дела отказать. У Следственного комитета есть основания полагать, что Валерий Матузов, который исчез еще в июле, бродяжничает. Как мы рассказывали, мужчину увезли на скорой с сердечным приступом. Вечером того же дня сообщили в приемном отделении медсанчасти, Матузов ушел домой. С тех пор о нем нет никакой информации. Дочь пропавшего уверена, что с ее отцом что-то случилось, ведь он всегда возвращался домой. Тех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят сообщить в полицию по телефону 02. К другим темам. Один водитель сел за руль в состоянии опьянения. Таковы результаты рейда «Трезвость», который прошел накануне в Омске. В течение трех часов 18 экипажей дорожно-патрульной службы проверили порядка полутысячи водителей. Выявлено 59 нарушений ПДД. 17 рулевых не пристегнулись, 10 затонировали свои автомобили, 5 сели за руль без водительских прав. О проведении данного мероприятия заранее граждане были проинформированы через следствия массовой информации. В настоящее время здесь проводится массовая проверка водителей на выявление признаков опьянения, а также пресечения нарушений допускаемых, связанных с управлением транспортных средств и состояние алкогольного опьянения. По статистике, одна из причин аварии – пьяные водители. Так, за 8 месяцев этого года на территории Омской области по вине нетрезвых рулевых произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых 6 человек погибли и 108 были ранены. Также в рамках операции «Трезвость» госавтоинспекторы остановили автомобиль и обнаружили в нем порошок. Кому принадлежит находка и чем она является – сейчас расскажем. Инспекторы остановили «Волгу» на Тюкалинской развилке на съезде с Ленинградского моста. На первый взгляд ничего подозрительного. В салоне водитель и пассажир. Однако собаки почувствовали что-то и стали вести себя возбужденно. Обученная собака указала на пассажира. Мужчину досмотрели. Он без сопротивления выполнял указания полицейских. Как только дело дошло до карманов, отказался продемонстрировать их содержимое. Руку поднял. Руку поднял. Руку поднял. Эту руку вообще встанет? Да я вытаскиваю. Где понятые? В кармане у пассажира «Волги» оказался мешок с белым порошком. Его состав пока неизвестен. Предположительно наркотик. К тому же в багажнике автомобиля полицейские обнаружили использованный шприц. Шприц убери. Собачка в ходе работы обнаружила пакетик с порошком белого цвета. В багажнике транспортного средства находился шприц. Судя по виду мужчины, он пребывал в состоянии опьянения. Скорее всего, наркотического. Порошок сейчас на экспертизе. Результат покажет, что было в мешке. От прохождения медицинского освидетельствования Амич отказался. В отношении него составили протокол. Региональное МВД проводит проверку. В Омске перед судом предстанет экс-депутат Исселькуля. Сегодня утвердили обвинительное заключение. Сергей Заднепрянский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, бывший народный избранник оформлял на жителей Исселькуля кредиты в крупном банке. Собрав 110 миллионов рублей, скрылся. Задержали его спустя 7 лет в Чили. Там Заднепрянский тоже не сидел без дела. Открыл завод по производству керамики. Обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных в части 4 ст. 159, то есть мошенничество. По версии следствия, Заднепрянский в период 2003-2005 годов оформил на подставных юридических и физических лиц денежные кредиты в банках на общую сумму около 110 миллионов рублей. В последующем указанные денежные средства были распределены между участниками организованной преступной группы и, соответственно, банку деньги возвращены не были.